Уже в ближайшее время в индустриальном районе Барнаула начнется строительство небывалого бизнес-центра. Предполагается, что он замкнет на себе часть административных функций и офисов, которые переместятся сюда из центра города. Проектом мультицентра уже заинтересовалось немало соинвесторов. Подробнее о ходе его реализации, а также в целом о ситуации на рынке коммерческой недвижимости поговорим с руководителем агентства недвижимости «Владис» Павлом Жорноклевым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, прежде всего расскажите о себе и вашем агентстве. Я являюсь руководителем агентства недвижимости «Владис» в Барнауле и являюсь экспертом рынка недвижимости в городе Барнаул. Специализируюсь конкретно на новостройках, но и вторичной недвижимостью также занимаемся. Наши эксперты в нашем агентстве, качественные, профессиональные, всегда помогают выбрать, продать клиенту какой-нибудь объект недвижимости, ну и сделать сделку на высочайшем уровне. Давайте поговорим об инвестициях в недвижимость. Насколько сейчас это популярный вид инвестиций? Инвестиции в недвижимость было всегда популярным видом инвестирования, только зависит от категории. Кто-то вкладывает и хочет получить доход с продажи, либо с аренды объекта недвижимости, а кто-то вкладывает деньги, чтобы, например, самостоятельно, лично работать, работать, либо жить в этом объекте недвижимости. Но на протяжении многих лет мы видим, что это популяризируется, и, соответственно, люди вкладывают денежные средства в недвижимость, инвестируют. На Ваш взгляд, насколько больше стало инвесторов в последнее время? Число инвесторов увеличилось за последние годы, то есть к нам стали обращаться клиенты постоянные, которые уже купили себе для личного проживания и сейчас уже приобретают для инвестирования. То есть у нас были льготные ипотечные программы, которые позволили вложить денежные средства под низкий процент и сейчас уже достроить объекты, сделать в них ремонт и начать их, например, сдавать, либо перепродать. Соответственно, число инвесторов от этого увеличивается. У нас на рынок выходят различные объекты коммерческой недвижимости, где они разные по стоимости, как от низкой стоимости, так и до высокой. И люди это понимают. Мы даем рекламу на каждый из объектов, и, соответственно, люди уже прислушиваются и задумываются о том, чтобы вложить денежные средства в эти объекты. Если взять количество личных клиентов и личных сделок и сравнить с предыдущим годом, то все зависит от количества именно объектов. И как раз, когда у нас появились новые объекты в продажу, то количество инвесторов у нас увеличилось, но у меня лично порядка 20%, то есть от предыдущего года. Каков портрет клиентов-инвесторов? Кто инвестирует? Портрет клиентов, он, в принципе, наверное, одинаков для всех. Это люди, которые уже бизнесмены, именно с наличными деньгами, так как сейчас уже у нас все больше и больше становится наличных денег на сделках с недвижимостью. Но и, конечно же, когда была ипотека, в общем, тоже если сравнить предыдущие года, то это были ипотечные сделки, больше всего сейчас это наличные средства. И, соответственно, портрет клиентов – это те, кто покупает для себя, для своего бизнеса и либо вкладывает для дальнейшей перепродажи, либо аренды. То есть вот такой портрет клиентов у нас сложился. Аграрный сектор строительства – это те люди, которые понимают, что сегодня поддерживают малое предпринимательство, у нас, в принципе, в стране развивается. И как раз маленькие такие помещения, там до 50 квадратов, до 100 квадратов, которые будут интересны малому бизнесу, и они будут сдавать им в аренду. И, соответственно, каждый будет получать свою прибыль от этого. Люди работать будут и получать от аренды. То есть поэтому у кого есть денежные средства вложить в коммерческие помещения, они, конечно же, обращаются. Мы им подыскиваем, объясняем различные доходности, считаем доходность, срок окупаемости. Ну и они делают вывод, что стоит сделать эту сделку, выбрать объект недвижимости. Вы сейчас упомянули про ипотеку. Я правильно понимаю, что коммерческую недвижимость тоже можно приобрести таким образом? Да, все верно. То есть ипотека была распространена у предпринимателей, у индивидуальных предпринимателей, которые могли себе позволить купить коммерческую недвижимость под низкий процент. Он, конечно, отличался от жилого. То есть он был немного выше, ну и процент первоначального взноса был выше. Но наши клиенты могли себе позволить, и они желали купить под такой низкий процент себе, то есть объект недвижимости, ну нежилой, да, коммерческий. Ипотека и сегодня доступна? Сегодня она, конечно же, доступна, но, к сожалению, под такие проценты. Сегодня мы только получили информацию, что банки подняли до 30% уже ставку на 3,5 пункта вверх еще дополнительно, поэтому приблизились к 30%. И как раз-таки там огромные суммы переплат, и в этом случае, наверное, предпринимателям лучше инвестировать на личные денежные средства, чтобы получить наибольшую доходность от объектов недвижимости. Отличается ли подход в работе с инвесторами и теми, кто покупает для себя? На самом деле он не отличается. Мы высчитываем доходность и срок окупаемости, как правило, в объектах. Но, конечно же, смотрим на надежность застройщика. Если застройщик, мы понимаем, что надежный, все хорошо, проблем никаких не будет, то у клиентов и не возникает вопросов. То есть у любого клиента. Это как и с жилой касается недвижимостью, так и с коммерческой недвижимостью. Поэтому работаем индивидуально, индивидуальный подход к каждому клиенту, и, соответственно, они уже перестают задавать вопросы какие-то, которые им непонятны. Ну, либо мы совместно с застройщиком разбираем эти вопросы и уже урегулируем все на месте, на сделке. Вы успешно работаете со строительной компанией «Мой дом». Расскажите, почему выбрали именно эту компанию? Мы достаточно успешно работаем с нашими коллегами, застройщиком «Мой дом». Я, так как на рынке недвижимости уже более 7 лет и еще с 2017 года начал заниматься недвижимостью, индивидуально занимался рынком новостроек, строящихся объектов. И как раз были знакомы на примере застройки на Челюскинцев. У них были первые их дома. Становились там лидерами по продажам. И, соответственно, сейчас мы партнеримся, если можно так назвать, являемся хорошими партнерами. Выбор, почему еще такой пал? У наших коллег очень хорошие условия по сотрудничеству. Это независимо от нашего вознаграждения, а именно от отношения к нам, к агентам. То есть к риэлторам на сегодня на рынке недвижимости, где оно очень качественное, всегда плодотворное, отзывчивое. И, соответственно, мы выбираем тех застройщиков, с которыми нам приятно, удобно работать. Ну и, конечно, мы оцениваем, что этот застройщик надежный, и мы можем к ним привести наших клиентов, которые потом к нам вернутся. А какие-то сложности возникли в процессе? Каким-то образом менеджеры помогли? Конкретный пример у нас был такой, что мы с документами разобрались, да, все нормально. А вопрос у клиентов был именно качество отделки. Мы в шоуруме, в объектах посмотрели, какой ремонт будет у нас. И клиент уже, он сам строитель, и индивидуально он начал задавать вопросы по ремонту. Соответственно, там, какой ковролин будет использоваться, какие обои используются, каким будет потолок. То есть, как будут покрашены стены. И вот как раз-таки с этими моментами нам помогли коллеги, партнеры отдела продаж разобраться и объяснить, рассказать. И даже привели примеры, там, дали вплоть до артикулов название материалов. И мы смогли уже индивидуально разобраться с этим проектом и понять, а из чего вообще будет строиться наш объект. Поделитесь советом для агентов, в чем секрет успешных продаж. Я всегда, то есть, всем говорю, и своих агентов учу, да, своих коллег. И сам на протяжении всей своей деятельности, в первую очередь, это честность клиентам. Если я честен со своим клиентом, то он мне доверяет и, соответственно, делает выбор, прислушивается к этому, к нашему предложению. И делает выбор в пользу наших предложений. Конечно же, не нужно искать агенту свою выгоду. Никогда не нужно искать. В любом случае, мы получаем наши комиссионные вознаграждения от застройщиков. И, как бы, на каждый выбор, у каждого объекта, вот именно, должна быть честность. То есть, мы должны предоставить полную информацию по данному объекту, чтобы у клиента не возникало вообще ни единого вопроса. Чтобы он был всегда на всем протяжении вместе с нами. Мы разобрались со всеми вопросами, но и потом уже помогли нашему клиенту. То есть, будьте честны, доброжелательны, добродушны. То есть, все человеческие качества, человечные качества, да, используйте в каждой сделке, и у вас будет успех. То есть, вот и все. Нужно всегда говорить правду. Вы можете дать какой-то прогноз по инвест-недвижимости на ближайшее время? Прогноз, наверное, такой. Это будет и в качестве шутки, и в каждой шутке есть доля правды, что завтра будет еще дороже. Вот и все. И каждый клиент это понимает. К сожалению, за нашей спиной сейчас есть клиенты, которые хотели купить объекты еще в 2020 году и в 2021. И они нам звонят, пишут, «Павел, мы ждали, мы ожидали снижения, но вот не купили». И, к сожалению, время ушло. А сегодня нам показывает практика, что нужно вложить денежные средства, и если они есть свободные, да, к примеру. А потом уже принимать решение, а что делать с этим объектом. Его всегда можно перепродать, всегда можно сдать в аренду, получить определенный доход, то есть с него, да. Здесь рекомендация одна, завтра будет еще дороже, поэтому нужно выбирать, если вы решение приняли, выбирайте его сегодня. И реализуйте свое решение уже сегодня. В самое ближайшее время в индустриальном районе начнут строить бизнес-центр. Это будет большое общественное пространство, которое многие ждут. Вот что можете сказать о реализации этого проекта. Это долгожданный проект на самом деле, да, потому что в индустриальном районе у нас есть коммерция, есть коммерческие здания, коммерческие помещения, но вот если как раз брать старый город, да, например, уже ранее построенный, это старый район, район Сулемы, да, мы можем сказать про этот объект, вот, то там, конечно же, таких объектов не хватает. И как раз-таки жилой комплекс «Искра», да, этот проект, он очень долгожданный и перспективный на сегодня, потому что там будут как нежилые, так и жилое пространство, да, это апарты, ну, апартаменты, вот, и также небольшие коммерческие помещения там от 18 квадратных метров и выше. Вот, поэтому мы его все ожидаем, ожидаем сейчас разрешения на строительство, как раз-таки, чтобы у нас пошло проектное финансирование, финансирование начало вливаться в строительство, и мы активно увидим активную стройку от нашего застройщика, от наших партнеров, и поэтому все с нетерпением этого ждем. Спасибо за ваши обстоятельные ответы. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok